Виктория Машошина занимается лепкой уже 9 лет и добилась серьезных успехов. В этом году девушка заняла первое место в номинации «Художественная керамика» на Всероссийском фестивале «Наследники традиций». Мы решили с педагогом слепить застолье на Масленицу, в котором персонажи – это петушки, обязательно глазки должны быть капельками, именно показывают, что это петушок холок, и он должен быть раскрашен красной краской. На фестивале я показывала мастер-класс, сделали игрушку котика. Вроде у всех получалось. В Курской области не просто хранят традиции, но и приумножают их. Рукотворное чудо – так еще называют мастера миниатюрные глиняные фигурки. Такие игрушки всегда были популярны на Руси. В древние времена их делали не только ради забавы, но и для привлечения благополучия в дом. Поэтому у каждой из них есть своя душа. Бренд Курска не только «Соловей», у нас бренд Курска не только «Тимоня». Мы достаточно широко популяризируем кожлянскую игрушку на фестивалях, выставках, ярмарках. Если мы посещаем делегации другие регионы России, мы обязательно в подарок везем кожлянскую игрушку, поскольку это не только свистулька, это еще есть и такие скульптурные композиции. С каким уникальным образом куряне ассоциируют родной город? Конечно же, с кожлянской игрушкой. Кошлянская игрушка – это символ Курского края. Я, например, только за обеими руками, чтобы у нас это было и чтобы мы это развивали. Научиться о замремесла можно и на крупных городских праздниках. Народные умельцы проводят живые мастер-классы для детей прямо на улице. Мордочка такая кошачья получается. Вот таким образом. Лепим. Да, молодец. Очень хорошо. Для создания кожлянской игрушки нужна емкость с водой, шпички, кисти, краски и, конечно же, глина. Ее не так просто найти. Мы копаем, ездим на блинище, так называется местечко. Я копаю сама. Это чудесная, бело-жгущаяся глина, синюга называется. Детям очень интересно. Потому что, естественно, игрушка ручная, она хранит тепло своих рук. А тут же еще и сюжеты. Лепить кожлянские игрушки очень легко. Просто мы скатывали длинную колбаску, делали хвостика, ушки, глазки и ротик. А пока мы готовили сюжет, пришли хорошие новости. Курский областной дом народного творчества выиграл грант на проведение фестиваля «Кожлянская игрушка. Встречает друзей». Ангелина Яхонтова, Сергей Дорохов и Сергей Малеев. События дня.